Атрибут Бог Атрибут Бога Характерные черта Или отличительные черта Бога Если Бог такой, как все Он не Бог Если Бог такой же, как Кто-либо еще Во Вселенной То Он уже не Бог Если кто-то лучше, выше Тогда именно тот, кто выше и лучше Тот и есть Бог Поэтому Важно, чтобы мы получили Откровение, скажите откровение Скажите Бог Дай мне Откровение, еще раз Бог, дай мне Пожалуйста Откровение Потому что Бог Открывается Не вычислять Его Никак И все, что я делаю И все проповеди Это ту атмосферу Через которую Он делает Но в конечном итоге Должно где-то Происходить Откровение Где-то В какой-то момент Если не Произойдет То Мы Бога Не познаем Поэтому Вопрос Откровения Важный Откровение Это когда я вижу Так, как Видит Бог Смотрю Так, как Смотрит Бог Чувствую Так, как Чувствует Бог Если я вижу По моему Или по какому-то Журналу Или Деноминации Это не Есть Откровение Бог Бог с нами Работает По откровениям Скажите Амин Поэтому Мы с вами Рассматривали Атрибуты Бога Отличительные Черта Его Мы с вами Уже Аж Семь Их Рассмотрели Я думаю Максимум Мы сделаем Десять И мне кажется Вам достаточно Больше Вам не надо В принципе Мы не в семинаре Богословия Там Или Мы Правда Вы обрадовались Что вам Слишком умнее Быть Не надо Нам Главное Откровение Но Начинаю Я с книги Второго Закония Четвертая Глава Тридцать Четвертый Тридцать Девятый Стих Библия Начинает Я начну Оттуда Написано Так Второе Законие Четыре Тридцать Девять Почему Я могу О Боге Учить Из ветхого Из нового Потому что Он тоже В ветхом И в новом Что поменялся В ветхом И в новом Поменялся Его Методы Спасения Нас Да Там Там Он Через Овцы И Козлов А здесь Через Господа Иисуса Христа Там Грехи Покрывались А тут Они Полностью Омываются Исчезают Там Только Особенные Люди Переживали Бога Присутствие Божие А тут Все И там Не Были Детьми Божьими А тут Мы Божьи Дети А там Они Не Были Праведними А тут Мы Праведники Заметите Огромнейшая Разница Между Ветхим И Новым Заветом Но Бог Как Личность Он Не Поменялся Он Такой Жи Был Ветхим Как В Новом Поэтому Мы Можем Полноценно Познать Бога Также Ветхого Завета Сегодня Вот Начну С этого Четвертая Глава 39 Итак Знай Нине И Положи На сердце Твое Что Господь Бог Твой Есть Бог На небе Вверху И На земле Внизу И Нет Еще Кроме Него Мы Говорили С вами Так Когда Моисей Сказал Богу Покажи Мне Твою Славу Я Как Человек Я Ожидал Что Молния Начнется Понимаете Сверкание Какое-то Облака А Бог Не так Сделал Когда Он Отвечал На просьбу Моисея Бог Сказал Он Его Спрятал В Пещере И Он Прошел Мимо Закрывая Его Лицо Потом Убрал Чтобы Он Видел За Его Его Начнет Говорит Бог Много Милостивый Долго Терпеливый И Вот Это Когда Нам Открывается Тогда Слава Божия Открывается И нам Вот Почему Они Изучали Атрибу Бога Потому Что Когда Мы Поем Песню Слава Тебе Господ Если Там Девяносто Человек Тому Кому Они Говорят Слава Тебе Он Раз Хотя Он Один Бог Но И Понимание Кто Такой Бог Кому Я Говорю Слава Тебе Отличается А Зачем Мне Учить Об Атрибутах Бога Чтобы Когда Вы Поклоняете Богу Поклоняйтесь Богу Вы Поклонялись Именно Тому В Его Полноте Скажите Амин Не Восхищаться Только За Его Любви А Забывая Все Остальное А Чтобы Была Полнота Понимания Бога Скажите Амин Поэтому Сегодня Мы Уже Далеко Пошли Вот Заметьте Что Здесь Говорится Когда Бог Обращается К Израилю Он Всегда Учит Их Как Его Познавать Он Говорит Первое Это Тридцать Двядий Стих Он Говорит Знай Нине Два Положи На Сердце Эти Два Шага Важнее Когда Мы Хотим Познать Бога Первое Знай Два Положи На Сердце А Слово Которое Написано Знай Нине Имеется Ввиду Понимай Распознавай Заметите Что Откровения Бога Не бывает Если прежде Я не понимаю Истину Из Его Слова Вы понимаете Бог прежде Открывается В Слове Я это Должен Понимать О чем Говорится В Слове Многие люди Игнорируют Свой разум Между прочим Способность Понимать Отличается У разных Людей У некоторых Есть способность Много Понимать А у некоторых Способность Мало Понимать Для того Чтобы Понимать Мне Надо Чтобы Мой Разум Был Развит Чтобы Мое Понимание Не было Узкое Скажите Амин Бога Мы не Понимание Только Понимаем Нет Но Понимание Нужно Чтобы Пойти На Следующий Шаг С specjalism Ну вот Рана Иисуса Я Силен Кто Еще Рана Мес И силен Молодец А чтобы Это Мне Открылось Шаг Первый Я должен Понимать О чем Идет Речь Понимаете Потому Что Многие Люди Решили Что Все Что Связано С Богом Я Выключаю Мозги И Получается Они Делают Вещи которые сумасшественны практически. Или показывают сверхнаивности. Наивность – это нечто иное, как иногда признак, что не включился мудрости. Разум, распознавание не включился. Поэтому, вот получается, Бог говорит, знай. То есть надо понимать и распознавать. Второе – положи на сердце. Вот, замерите, это салфетки. Брал, положил в кармане. Вы заметили, его большинство. Где он? В кармане у меня. А Бог говорит, все, что ты познал, бери и вкладывай в сердце. Вот, если я бегу на улице, и деньги летают в воздухе. Такое не бывает. Можно подумать, что вам сейчас не тосон. И вы ловите это понимание. Мудрый человек ловит, и что он делает? В карман. Чтобы можно ловить еще больше. А что если я буду ловить, 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 никуда не ложу? Начинаю терять. Надо куда-то положить то, что я узнал. Поэтому, когда я понимаю какую-то истину, моя задача, эту истину, которую я узнал, я должен ее положить в сердце. Или означая, замечать его изнутри. Аж менять мое внутреннее состояние сердца благодаря тому, что я понял. То есть, менять мое внутреннее расположение мировоззрения, исходя из того, что я узнал. Еще. Менять мои действия, разговоры и мышления, благодаря тому, что я узнал. Вот если я узнал, да? Вот, если вдруг я узнал, Киевское море заполнился в воде, изорвался, и скоро наводнение пойдет на Киев. Вы знаете, если я это узнал, но я этому не верю, я вообще не поменяю ни действия, ни разговоры, ничего. То есть, я не получу откровения. Но если вдруг я к этому серьезно начал относиться, что я сделаю? Лодка, быстро. Или бегу на правый берег. За час продаю квартиру на левом берегу. И убежал. То есть, как я могу знать, что то, что я понял, я вложил в сердце? Когда мои действия, мои разговоры, мои мышления поменялись в соответствии тому, что я узнал. Так, вопрос большой возникает, а как это сделать? И вот поэтому заметите, что самый лучший метод, который Библия нам дает, чтобы истина стала частью меня, лучше, пока нет другого, как написано в Библии. Так, вы успеваете писать? то как-то у вас такие глаза, которые ничего не пишут. Надо успевать писать. Скажите, аминь. Аллилуйя. Скажите, аминь. Потому что то, что я сейчас говорю, оно нужно, когда вы хотите, когда вы потом купите диски эти, атрибут Бога. Я ваше место я бы диски взял и крутил, и крутил, и крутил. Потому что откровение Бога является основой глубины моей веры. Потому что я могу верить на один сантиметр глубины, на один метр глубины, на двадцать метров глубины. В зависимости от того, кто такой Бог для меня. всемогущий, это может быть пустыми словами, что такое всемогущий. Вообще, оно ничего не значит. Пока я не углубился в этом. И вот получается, Божий метод для того, чтобы Слово Божие ожило в нас такое. Псалом 1, Библия говорит так, блажен муж и жена тоже. которые или жены они одалживают наше блаженство мужчине. Так что мы жертвенные, мы вам, мы делимся с вами. Так, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на путь грешных и не сидит собранный развратитель. Это местописание, обычно мы по одному его слышим, но на сегодняшний вечер это и есть миритель, насколько во мне ожило Слово Божие. Как? Это когда совет нечестивых пути грешных и их собрания становится мне неприятным, нежелаемым, аж отвратительным. то есть находиться в этом кругу мне от этого не хочу слова плохо, потому что плохо не бывает, мы побеждаем все, скажите, все побеждаем, но в любом случае во мне настолько живет слово, да, пути Божьи настолько, что когда я попадаю в кругу, где другое что-то, мне тошнит. Заметили, что одни сосри сказали аминь на тошнит? Братья вообще пытаются понять, что это, что бы это значило? если выходить, значит, что такое тошнит, братья, кушайте испорченное что? И ждите пару часов, и начнется тошнота, когда все пытается выходить. Вы меня понимаете? Если я сижу собрание развратителей и мне вообще все нормально, я передо мной выбор, да, и беру совет мира, неважно, оно из Милана, из Рима, из Лондона, Франции, Луи Витоне, или Гуччи, неважно, но оно мира. И от него я в восторге от их метода решения вопросов, а Божий метод мне как бы, а вот это мирское мне прямо надо задавать самому себе тогда большой вопрос. Заметь, я не говорю, что пренебрегаете модой мира. Нет. Давайте мы не будем пренебрегать модой, давайте поменяем моду, сделаем ее святой. Скажи, аминь. Потому что дьявол иногда действительно проникает в жизнь людей через моду, потому что он знает, что мы все подчиняемся, стараемся выглядеть, чтобы нас приняли. И в это попытка принятия нас не ловит. Но главный вопрос какой? Совет нечестивых, пути грешных и собрание развратителей начинает меня и раздражать. И я даже я помню однажды встретил моего друга, один из моих друзей, с которым я был в школе, давно уже, он же дядя какой-то, может я тоже. Знаете, когда ты смотришь на твои одноклассники, думаешь, какой-то дядя. Потом начинаешь думать, может я тоже дядя. У вас такое не бывает. Сосри вас не касается, я про вас ничего не сказал. Поэтому смотри на меня как-то вот. И поэтому я встретил этого дядя, который был моим другом. Но вроде бы он говорил со мной то же самое, как мы говорили в школе. те же шутки. А через 35 секунд мне хотелось от него уже уходить. Аж как это сказать. Я уже думаю, откуда он выпал вообще на мою дорогу с такими глупостями. Притом реакция была изнутри. Это признак, что Слово Божие в тебе, жизнь Божия в тебе течет. Слово Божие ожило. Скажите Аминь. Христианство никогда не было такой путь самодисциплины во всем. Есть место для самодисциплины, но начало не в самодисциплине. Начало Бог касается человека. И человек, который получил прикосновения, реагирует и отвечает. И сохраняет то, что Бог ему дал. скажите Аминь. И вот поэтому совет нечестивый. дальше написано тут это Псалом первый. Но в законе Божьем воля его. И получается наслаждение этого человека в принципах Божьих. Вы понимаете? Воля его. Что такое воля? Это мое хотение. Вот у вас бывает хотение или нет в жизни? Вы человек или вы? Может быть Бэтмен номер два пришел сюда. Хорошо. Вы человек и да? Да. Если вы человек у вас должно быть хотение какие-то. Кому кушер хочет? Вот. Молодцы. Хотеть кушер это значит и живой и не волной. Если кушать не хочется значит ты заболел. Если мама или жена говорят что ты хочешь кушать скажи это признак дорогая что я живой. Сестры если ваши мужа хотят кушать все время радуйся он еще живой. А хуже когда он не хочет кушать еще хуже. Ну ладно. Поэтому я знаю многие сестры молятся чтобы у мужа голод ушел или как нет. это плохая молитва пусть кушает на здоровье. Пока он кушает он живой. Хуже когда он лежит уже и кушать не хочет это хуже. смотрите у нас все есть желание вы любите кушать если бы я вам дал сейчас еду вы знаете что произошло бы с вашей душой особенно любимую еду вам добавил чеснок потому что я не переношу чеснок вам добавил я однажды зашел в офис на 8 этаж в офис зашел в комнату секретарей у девушек там столько чеснока мне кажется самый законцентрированный чеснок был в той комнате на земле в тот день когда я зашел вы знаете я убежал я понял что совет нечестивых мне уже вот так как я убежал от чеснока так надо убежать от совет нечестивых скажите амин зато когда я зашел в мою комнату там была влажность положена я удивился как секретарист создали в моей комнате влажность тепло воздух хороший а в своей комнате они дезинфектировали чеснок вы понимаете когда мои хотения исполняются я доволен и бог говорит вот так должно слово божье дойти до такого уровня что когда тебе открывается слово божье у тебя чувство как будто ты был ты жаждущий был в пустыне и тебе дали воду и ты пил и слава богу вот так должно быть это признак того что в тебе начинает жить откровение божьего слова а как это достигается написано тут так же сразу размышляет он день и ночь размышление это божий метод забрать слово от твоего разума в твое сердце это то что бог сказал Иисус Навин получайся в ней день и ночь обдумывай говори его самому себе повторяй его обдумывай плохое слово медитируй он хороший просто восточные религии взяли похитили наше хорошее слово теперь мы его боимся размышления над словом божьим остается единственной главный метод как слово истинно переходит от разума и положу в мое сердце скажите размышления если ты молишься много и не можешь победить некоторые вещи и ты хостится и не решается попробуй сидеть и размышлять над теми истинами и обетованиями которые Бог дал размышления заметите какой результат размышления он станет как дерево посажено при потоках вот по моим меркам это исселение свобода это вообще все что человеку надо когда молитва не решает вопросы пост не решает вопросы поклонение не решает вопросы провозглашение все то можно а размышления это мост московский или южный через который я перехожу с одного берега на другой скажите амин я перехожу на откровение я через через размышления но масти которые я назвал понятны для киевлян для всех остальных скажу так имеется ввиду я здесь разум понимает хочу переходить на откровение чтобы в сердце размышления это переход через который я прохожу в откровение скажи да амин имея это в сердце идем сегодня первый атрибут бога который мы сегодня с вами рассмотрим уже имея то что я говорил это бог он суши я не сказал суши я сказал суши то есть некоторые из вас которые поняли что вы голодные вы сразу не туда перевели на суши не бог не суши бог суши имея две вещи тут я как бы два атрибута в одном взял он не имеет начала то есть он начало и конец два вместе в одном он самодостаточен вот когда я вот живу я я не я не начало и конец мне нужно было мама и папа чтобы я появился и потом нужно было дедушкой два дедушка и две бабушки а а там уже четыре четыре да не да два четыре не важно короче уже там нужно больше восемь там два дедушки баб два бабушки потом четыре дедушек четыре бабушки так по-моему правильно я говорю потом восемь дедушек и восемь бабушек вы уже и потом шестнадцать дедушек и короче до адама между против так что мы с вами родные мы вообще родные мы все если мы сейчас вошли бы в трубу возвращения в прошлое да вы когда были видели этот фильм я я одна из видеофилм называется x x человек или как называется как люди x называется хорошо а я видеофилм это последний который когда чтобы спасать себя им надо вернуться в прошлое все набожные церковные люди не смотрите этот фильм вас не касается оно вам не надо сто лет хорошо это для нас не церковные и вот получается если бы мы люди x стали и возвращались в прошлое чтобы исправить некоторые дела вы знаете если бы бог хотел дал нам такой шанс мы бы возвращались менять проклятие которое пришло через дедушка там но не надо вернуться в прошлое нам не надо быть люди во христе иисусе мы можем дойти до адама все поменять и от адама линия благословения он второй адама последний скажи да амин следующий раз вы увидите фильм люди x как они пытаются войти просто меня скажи я круче этого я жду адама дошел без инцидентов при том а он с инцидентами это без инцидентов попал и поменял и вернулся в настоящее скажи амин и вот он но бог если есть кто-то кто создал бог то этот не бог а бог это тот который создал бог есть начало он есть конец и вот когда моисей пришел к богу и спрашивал его вот это интерес моноша он такой как я ну ладно в конце конца скажи кто ты такой ну вот бог ну понятно но ну как тебе понятно он говорит в синодавном переводе я есть кто я есть имея ввиду я есть кто я есть кем я был и кем я буду то есть вселенная имеет начало в боге но бог не имеет начала вот я вижу ваших глазах смотрим на потолок направо налево я вас понимаю он начало он все от него он есть и все остальное создано от него поэтому библия говорит будь один один в начале если на данный перевод мне не нравится как начинается он говорит в начале сотворил бог небо и землю вообще это в оригинале пишется в начале бог сотворил потому что некоторые детали в библии они важны в начале бог это специально так было написано чтобы не просто смысл передать заметите что не всегда только смысл надо учиться передать в жизни но надо и я не хочу сказать игра слов но расположение слов в библии тоже важнее и не только смысл вы понимаете поэтому когда перевод переводит ради того чтобы только смысл иногда он делает нас беднее гораздо поэтому в начале бог сотворил не в начале сотворил бог заметите что бог в начале и до бога ничего нет то есть он есть был будет и он всего и дальше написано евангелие от Иоанна первая глава который вы знаете от Иоанна первая глава библия говорит так с первого стиха в начале было слово и слово было у бога и слово было бог оно было в начале у бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть да в нем была жизнь и жизнь была сверхчеловека заметите все начало быть от бога уберите бога то ничто не начало быть если бы была такая возможность чтобы бог исчез вы знаете что произойдет и мы с вами исчезнем тут же тоже и нас нет и вселенной нет и ничего нет потому что мы не можем быть и вселенной не может быть если бога нет поэтому заметите что все начало от него вот написано евангелие от иоанна 5 глава 26 стих написано так ибо как отец иметь жизнь в самом себе так и сыну дал иметь жизнь в самом себе у меня есть жизнь иногда когда уменьшается мне нужно витамины пить и увеличивается чуть-чуть здоровое улучшается чуть-чуть антиоксидант добавляю еще лучше пробиотики пропил еще лучше не антибиотика а пробиотики еще лучше минерали как я добавил еще лучше подарили мне израильские крема помазал чуть-чуть еще лучше но то что я делаю это мизерно по сравнению с тем вы делаете собственно что вы делаете братья мы вот на этом заканчиваемся но еще ногти чуть-чуть обрабатываем заметите что мы стараемся себя улучшить бог не надо ему себя улучшить вы меня понимаете он не нуждается в улучшении он не может быть лучше или хуже он бог вы говорите пастор генри мой если я должен вычислять вот одно что тебе вычислять не надо этому надо слышать качать головою и принять скажи аминь есть вещи которые надо просто вот так да да хорошо когда я родился вот я был в больнице мама родила папа на работе работа девушка родился и папа спрашивал девушка или мальчик И это мой дядя младший Передал папе И его брат говорит Малчик И папа даже не отпросился С работы Чуть его не уволили из-за меня Он вышел с работы Бежал ко мне Но к маме, наверное, не ко мне Или ко мне, или к маме Но он бежал к нам Где мы были И он бежал А он хотел меня взять, обнял Обнять, мама сказала Нет, ты поломаешь его ребра И ручки у него Слабенькие И я вот Смотри Это со мной А этот пришел Просто изучаю И потом Мама мне говорит Мама Я сначала говорю Мама Не, не Мама Мама Она так А папа Значит как Мама называет А папа нет Поэтому ко мне будут Мама Мама Папа Мама Не, не, не Папа Мама Сначала я Я на маму Но вы точно так же Наверное И потом я понял Что папа обижается Вроде взрослые люди Если Они как дети Они могут подраться Целую ночь Вам не скажут Только из-за того Что вы сказали Одному больше Лучше, чем другому Вы меня понимаете Да Они поделятся Они вам не скажут Ничего Папа Чего тебе снег Ну там Вчера я там На кухне Как это на кухне Потому что Это ваши слова Так что Обращайтесь к ними Справедливо Одинаково Давайте попробуем Скажите Папа Тебя люблю Скажите Мама Тебя люблю Заметли Что на маму Вы громче Вот неправильно Вот Давайте попробуем Еще раз Мама Тебя люблю Папа Тебя люблю Оно туго И то и другое Между прочим Туго от вас Выходит Что у вас С мамами С папами Скажите Благословаю Моего отца И мою маму Ну более-менее Уже как-то Вот смотрите Получается Что Бог Он Начало Всего В 26 стихе Который мы читали Написано Ибо как отец Имеет жизнь В самом себе Ему не надо Витамины Ему ничего не надо Он Имеет Жизни Внутри Себя Наша земля Нуждается В нем Чтобы быть Алпы Нуждаются В Боге Чтобы быть Северный И Южный Полус Нуждаются В Боге Чтобы быть Я не знаю Знаете ли вы Наверное вы не знаете Знаете ли вы Что Север И Юг Не постоянное Явление Или вы не знаете Вы знаете Что Временами Меняются Север И Юг Вы в курсе Что Что мы Назваем Северный Полус Когда Это был Южный Полус И Ученые Сейчас Говорят Что Настолько Ослабел Магнитный Полус Что Они боятся Что В любой Момент Это Снова Перемена Может Произойти И Север Юг Юг Север Вы Не в курсе Да Знали Вы Не знали Об этом Но Такое Есть Молитие Чтобы Это Не Произошло В Ваше Время Да Поэтому Оно Меняется Оказывается Раз А потом Еще Раз Мы Живем То Время Когда Поменялось И По-моему Раз В 2000 Лет Оно Меняется Сколько Раз Как Сколько Поэтому Мы Как раз В такое Время Мы Живем Интересное Время Когда Почти Все Что Должно Произойти Оно На Грань Происхождения Вы представляете Вы будете Показывать Свой Компас Да Он Показывает На Север Я не знаю Где Север Где Север Это Время Эфир Выключите Пожалуйста Они Они Не туда Показывают Позорят Нас Перед Россиянами Но Скажут Украинцы Даже Где Север Не Знают Ну Ладно Где Север Вы Сказали Ладно Ладно Давайте Предположим Что Я Стою И Это Север Это Юг Вот И Вдруг Это Когда Я Учился В школе Когда Мы Не Знаем Где Север Где Юг Нам Говорят Сначала Пойми Откуда Солнце Идет Откуда Солнце Идет Покажите Откуда Солнце Идет Солнце Откуда Я Знаю Что Свостока Палцем Покажите Кож Майк У Нас Сколько Солнца Как Это Солнце Может И Оттуда И Оттуда И Оттуда Так И Не Может Быть Так Солнце Вечером Куда Идет А Куда Солнце Идет Вечером Но Летом Куда Солнце Шло Туда Так Солнце Солнце Туда Значит Оттуда Да А Нас Учили В школе Что Всегда Стань И Правая Рука Оттуда Откуда Идет Солнце Так И Тогда Что Перед Тобой Это Север А Что Оттуда Это Получается Запад А Что Сзади Это Юг Так Нас Учили Я Не знаю Как Вас Учили Я Не Вку Похоже Или Не Похоже Вас Просто Учили Север Чтобы Вы Запомнили Ну Ладно Потому Что Говорят Что Тебя Взяли Да Глаза Закрыли Бросили В какую-то Страну И Тебе Надо Знать Где Север Посмотри Откуда Солнце Идет И Стан И Это Север Оттуда Солнце Восток И Сразу Можно Сориентироваться Так Нас Учили В школе В первом Классе Но Им Может Заметите Что Деревья Нуждаются В Боге Чтобы Жить Солнце От Которое Мы Втрепети Да Сама Втрепети От Господа Бога Все Сочные Системы Как Е Есть Они Все Молятся Господу Богу И Все Они Провозглашают Славу Его Представляете Что Наш Млечный Путь И Все Остальные Пути Какой Это Великий Хор И Они Все Представляют Этого Одного Бога И Он Однажды Решил Быть Моим Отцом Вы Можете Себе Представить Это Не Просто Президент Возьмите Все Президенты Мира Нет Даже Не Годится Возьмем Президент США Самый Мощный Человек На Земле Не Мощный Что Он Сил Но Страна Его Способна Возможность Больше Чем Все Страны На Земле И Умножите Этого Барака Обама В Триллион 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 Разов Их Деньги Армия Технология Банки Компании Все Это В Триллион Триллион Разов И Оно Не Равняется Господ Богу Никак И Он Мой Отец Поэтому Подумайте Два Раза Перед Тем Как Со Мной Что То Не Так Понимаете Даже Млечный Путь Дает Честь Ему И Все Остальные Пути Это Его Армия Вся Вселенная Мы Не Знаем Где Оно Заканчивается Они Все В Ужас И В Триллион Перед Господом Богом А Я Храм Бога Живого Заметили Что Вы заметили Что Если бы Амир Открылся Полностью Вы бы Зарвались Поэтому Оно Потихоньку Приходит Потому Что Вы не Выдержите Это Я Тоже И Вот Поэтому Библия Говорит Он Алфа Он И Омега Постоян Колусианам Первая Глава Библия Говорит Так С Пятнадцатого Стиха Колусианам Первая Глава Библия Говорит Который Есть Образ Бога Невидимого Это Иисус Когда Пришел На Землю Рожденный Прежде Вся Твари Ибо Им Создано Все Что На Небесах И Что На Земле Видимое И Невидимое Престолили Господствовали Начавствовали Власти Все Им Для Него Создан Заметите Что Вне Бога Вне Господа Иисуса Христа Ничего Нет Поэтому Одно Из Самых Больших Желаний У Бога Он Любит Показать Что Он Твой Бог Когда Бог Сказал Так Они Будут Моим Народом Я Буду Их Богом Вы Его Понимание В этом Скроется Очень Что Большое А В наших Ничего Ну Что Мы Взяли Перуны Рядом Бога Судотворец Угодник И мы В очередь Кого Какого Бога Я хочу Сегодня Перуну Я позавчера Обмолился Сегодня Я Господь Богу Завтра Нет Они Наравне Вы Понимаете Да Когда Он Говорит Я Буду Их Богом В этом Кроется Масштабы Которые Превышают Вселенную Бог Он Большой И Он Достаточно Он Не Нуждается В Помощ Он Хочет Быть Богом Дай Богу Быть Богом В твоей Жизни Дай Богу Быть Богом В твоей Жизни Не надо Пытаться Ему Помогать Не надо Пытаться Его Сочувствовать Не надо Пытаться Его Жалеть Вы Заметили Его Масштабы Он Вообще Не Нуждается Ни Помощи Ни В Сожалении Ни В Сочувствии Он Бог Ему Только Максимум Что ты Можешь Делать Это Доверять Ему Больше Ничего Вот Написано Бытие 15 Глава История Интересная С 1 Стиха Приходит Бог И говорит Авраам Не бойся Авраам Я Твой Ищит Награда Твоя Велика Весьма Авраам Начнет Жаловаться Что ты Дашь Мне Остался Я Бездет Распорядитель В доме Моем Ильеза Из Дамаска И сказал Авраам Вот Ты Не Дал Мне Потомство И Вот Домочадец Мой Наследник Мой И Слово Господне Пришло Говорит Не Будет Он Короче У Авраама Ситуация Да Нету Детей И Вот Бог Пришел Познакомиться Я Господь Бог Но ты Бог Интересный Ты Даже Мне Ребенка Не Дал Вот А теперь Вводит Из Сирии Когда Сирия Наследует Твое Имущество Это Космар И Вот Он Говорит Не Будет Он Я Дам Тебе Сина А Смотри Что Авраам Делает Авраам Он Говорит А Почему Я Узнаю Да И Бог Говорит Принеси Мне Там Короче Ему Надо Было Приносить Трехлетнюю Летелицу Козу Овна Горлицу И Молодого Голубя Вот Много Чего Он Принес И Там Написано Здесь Он Взял Их Расек Их Попал И Положил Одну Час Против Другой Только Птиц Не Расек И Налетели На Трупы Хищные Птицы Но Авраам Отгонял Их Смотрите Что Делает Авраам Бог Сказал Принеси Мне И Он Принес Бог А Вместо Бога Приходят Птицы Хищные Авраам Думает Бог Опаздывает Но Птицы Забирают И Авраам Занят Ты Не Забирай Бога Вон Отсюда Он Отгоняет Чего Ты Забираешь Переживай За Бога Что Пока Бог Придет Уже Ничего Нет Что Авраам Пытается Делать Помогать Богу Типичный Член Церкви Победа И Вот Он Ломает Голову Как Помочь Богу Если Он Понимал Что Как Библия Говорит И Небо Небес Не Вмешает Его Ему Помощ Не Надо Вы Понимаете И Библия Говорит Бог Навел На Него Глубокий Сон И Что С Птицами Хищными Пока Авраам Спал Мы Иногда Мучаемся 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 Которые Бог От Нас Не Ожидает Чтобы Мы Мучились Поэтому Когда Иисус Говорит Возложите Все Заботы Ваши Он Не Имеет Ввиду Упражняй Христианский Долг Религиозно Сказать Богу Возлагай На Тебя Он Имел Ввиду Отдай И Надо Заснуть Скажи Да Амин Авраам Заснул Притом Бог Его Заставил Слишком Активно Да И Вот Проблема Многих Христиан Авраам Просыпается Бог Начал С ним Говорить Во сне Уже Дальше Потому Что Он Понял Пока Он Мыслит Почему Надо Было Наводить Сон Авраам Бог Хочет Разговаривать С Авраам Да Он Хочет Ему Говорить Он Хочет Но Он Мешает Что Он Мешает Разум Его И Когда Он Навел Сон Авраам Перестал Мыслить Но Бога Слышать Продолжал И Но Если Мы Могли Иногда Успокоить Наш Разум Мы Бога Слышали Громче Больше И Чаще И Достигли Бы Успеха Гораздо Больше Авраам Просыпается Как Будто Научился Нет Он Приходит К Саре Говорит Сара Да Бога Обещал Нам Ребенка Говорит У меня Есть Идея Опять Начинает Тут Агары Есть Вот Он Он же Их Научил Урок Да Не Помогайте Мне Нет Наверное Бог Имел Ввиду Чтобы Вот Это Агар Который У Меня Стало Твоей Женой Вот И Пусть Она Не Радит Ребенка Опять Включилась И Рожает Из Моим Удивительно Знаете Когда я смотрю На Это Как Ее Цар У 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 Но Кроме В Этот Момент Она Предложила Авраам Этого Эту Как Ее Агар И Когда Она Родила Даже Еще Не Родила Там Она Начала Пренебрегать Пренебрежение И Она Приходит Говорит Да Рассудит Господь Между мной И тобой О Чем Рассудит Вообще Я Причем Я Вообще Тебя Просил Это Ты Сама Ко Мне Пришел Сказал И Теперь Я Виноват А что Братья Вы Поняли Мужчина Женская Поэтому Но Реакция Авраама Такая Как У всех Мужчина Должна Бы Знаете Какая Он Не Скандалил С ней Вы Заметили Что Он Не Скандалил Он Не Сказал Ты Мне Ее Привел Как Один Рассказал Тупоголова Что Ты Мне Говоришь Авраам Так Не Зелал Авраам Зелал Как Написано Библии Как К Мощнейший Сосуд Относился А Хорошо Сара Он Не Сказал Ты Же Это Ты Же Хорошо Ты Же Это Же Твоя Слуга Что Хочешь Ты Делай И Вот И Поэтому Сара Ее По голове Не Побила Его Начала Ему Была Болуна Потом За Сына Своего Но Вам Скажу Вот Эта Помощь Которую Они Дали До Сих Пор Нам Весь Мир Головнее Более Понимаете Не Помогай Богу Трозволь Чуждый Огонь Не Надо Включиться Своим Этим Мелким Мозгочечки Думая Помогу Богу Не Надо Помочь Богу Доверяй Слушайся Поклоняйся Ему Благодаря Следуй За Ним Люби Его Бой С Бога И Вот Так И Живи Но Не Надо Ему Помогать Скажи Да Амин Вот Поэтому Многие Люди Не Могут Видеть Чудеса Божьи В Своей Жизни Потому Что Они Работают Спасателями Притом Спасают Господа Бога Они Занят Спасатели Кого Спасатели Господа Он Обещал Наверное Он Имел Вид Чтобы Я Включил Мой Восьмой Класс Да Чтобы Я Включил Мой Пятый Курс Точно Чтобы Я Включил Мой Кандидатур Нет Бог Больше Чем Первого Класса Больше Двенадцатого Класса Больше Первого Курса Больше Шестого Курса Больше Магистратуры Больше Кандидатуры Больше Докторской Степени Больше Профессора Больше Все Профессоры Взять Вместе Больше Всех Ректоров Взять Вместе Больше Всех Академиков Взять Вместе Он 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 Больше 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 Люб 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 Всем Сердцем Больше Спас 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 Тебя Не Буду Скажи Рами Бога Спасать Не Надо Бога Больше Больше Здоровья Моей Семьи С Моими Детьми С Моим Будущим И Настоящим И Прошлем Буд Богом Но Он Так И Сказал Они Будут Моим Народом А Я Буду Их Богом Вот Что Он Просит Буд Народом А Я Буду Богом А Мы Иногда Хотим Заменять Бога Чтобы Он Народом Это Конфузия Большая Когда Я Буду Богом Смотрите Они Сидят В Израиле В Египте Их Бьют Моисей Приходит Здравствуйте Здравствуйте А ты Кто Моисей Ну Мы Тебя Знаем Ты 40 Детам Назад Сбежал Тебе Уже 80 Лет Знаете Когда Ты Сбежал Тебе Было 40 Вернулся Тебе 80 Что Ты Ходишь Вот Бог Сказал Чтобы Вы 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 Я Сюда Вот Смотрите Что Такой Бог Израильский Народ Не Приняли Фараон Не Принял Египте Не Приняли И Моисей Думает Раз Израил Не Принимает Значит Бог Не Сможет Нет Бог Он Бог Он Отпустил Народ Хотя Они Не Приняли Начали Эти Знамения Будут Сопровождать Уверовавший Именно Моим Будет Гонять Бесов Возможно Регион Будет Здоровым Та 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 Вы Читали Такое Вы Заметили Что Там Не Говорится С Условием Чтобы Тот На Кого Он Возлагает Руки Верить Там Такого Нет Вы Заметили Что Этого Нет Это Знамения Сопровождающие Меня Не Важно Кого Я Встречаю Какая У Него Вера Или Нет Вы Меня Понимаете Написано Эти Знамения Будут Сопровождать Уверовавших Меня Сопровождает Я Пришел К Ярославу Он Не Верит Плевать На Это Все Равные Селиться Скажи Амин Вот Это Шутка Не Шутка Плевать Это Плохое Слово Я Хотел Чтобы Вы Обратили Внимание Что Я Не Вечно Аристократ Перехожу Границ Написано С евреем Надо Быть Евреем У меня У меня У меня Выбор Не надо Иногда Прийти К вам Но Вот Смотрите Поэтому Бог Любит Показаться Богом И Чем Больше Сопротивления Тем Лучше Тогда Он Больше Покажется Богом Вы Понимаете Если Бог Силю Головные Боли Да Мы Поймем Что Бог Сделал Но Вы Понимаете То же Самое Сделает Спазмолгон И Получается Люди Начинают Бога Сравнивать Со Спазмолгоном Вы Понимаете Вот Мой Бог Жив Что Он Силю У меня Головные Боли Хорошо А Я Вы Спазмолгон И Тогда Ваш Бог Это Его Уровень Спазмолгон Бог Не Уровень Спазмолгона Скажите Амин Поэтому Если Пришел Человек Ноги Нет Второй Ноги Уже Нет Половины Второй Вообще Нет Второй На Половине Нет Начина Улыбаться Причина Если Он Селится То Все Скажут Вот Это Да Спазмолгон Такой Не Сделает Не Пугаемся Мы От Больших Проблем Мы Пугаемся Когда мы Включаем Разум И мы Начнем Пугаться Большие Проблемы Это Возможность Чтобы Бог Показал Что Он Бог У нас Был в гостях Когда-то Герри Уэкстон Вы Помните Его Или Нет Не Помните Герри Уэкстон Короче Герри Уэкстон Был Спортсменом И Сбил Его Машину И У него Произошлось Головой Его Забрали Его Дурдом Неправильно Психиатрическое Болнец Взял И И Он Сидит Там Настолько Он Пошел И Поехал Что Решили Эксперимент Над Ним Проводить Родители Подписали Вы Помните Это свидетельство Родители Подписали Что Можно С Ним Экспериментировать Он У нас Проповедовал Но Перед Тем Как Они Начали Эксперимент Приглашают Проповедника Баптиста Которому Сказали Осторожно Потому Что Он Буйный И Говорим Регламент США Такое Требует В Америке Требуется Смертная Казань В Америке Например Перед Этим Обязательно Тебе Приглашают Тебе Приводят Священника У нас Скажут Иди Пиши Письма И тебе Нет Но Там Нет Это Раньше У нас Делали А Там Они Приглашают Священника Или Проповедника У них Нет Священника У них Проповедник Пастыря Тебе Говорят Об Иисусе Даете Бешан Спокаяться Придумать Иисуса И вам Скажу Что Одной Самой Большой Церкви Это Люди Которые Убили Через Смертную Казан В США Большинство Из них Приняли Иисуса Перед Смертью И поэтому Тот Ему Говорил Об Иисусе И он Покаялся И тот Когда ушел Он Сказал Бум Разум Его Четкий И он Приходит Врач Говорит Врач У меня Мозг Уже Работает Я Все Отпустите Меня Отсюда Врач Спрашивает Ну-ка Расскажи Как это Произошло Говорит Во мне Вошел Иисус В меня Вошел Иисус Говорит Еще Одна Личность В тебе Вошел Да Так Есть И Еще Кто-то Внутрь Тебя Да Как Ему Имя Иисус И где Он Находится Сейчас Во Мне Вот И врач Сказал Ага Хуже Стало А он Наркотики Были До этого Поэтому Когда врач Не поверил Он его Ударил В лицо Как бы Подтверждение Что Он Говорит Я Сижу Думаю Что Делаю Он Говорит Я Услышал Голос Божий Убегай Говорит Я Посмотрел Никак Убежать Невозможно Потому Увижу Двери Оставили Открыть Говорит Он Сбежал С комнаты Но у него Борода Длинная Была Его И Футболка Которая написана Психиатрическая Помнессия Он Говорит Он Он Зашел В Палате Менее Менее Да Более Спокой И Он Зашел Говорит Ребят Я хочу Убежать Помогите Они Начали Кричать Убегай Вот Он Просто Замер На Мест И Он Говорит И Машина Проехала Через Него Слава Богу Что не было Врача Чтобы Слушать Такое Свидетельство Что Женщина Которая Проехала Через Него Психолог Которая Проехала Через Человека И Ничего Не Произошло Через Это Свидетельство Она Покаялась Приняла Иисуса А Гири Уэрс Сегодня У него Самая Большая Церковь Делавая И Он Открыл Много Церквей Когда Закатюра Младшая Была В Америке Я дал Ей Как ее Зовут Маше Я дал Ей Адрес Одной Из Церквей Но Она Не Могла Отсюда Ехать Поэтому Она Пошла В Хорошая Живая Баптийская Церковь Но И Он Один Из Влиятельных Лиц Америки Он Только Через Время Вернулся В больницу Говорит Вы Меня Помните Уже В Костюме Красивый И Теперь Часто Приезжают Врачам Как надо С пациентами Почему Бог Хочет Быть Богом Скажи Амин Но Что Он Сделал Чтобы Помочь Богу Ничего Даже Еще Хуже Он Выходит С дороги Забыл Он В дурдоме Был Забыл Что На дороге Не люди Ходят А машины И Он Об этом Забыл Но Бог Был Богом Скажите Бог Моей Жизни Со Сегодняшнего Дня Будь Богом Скажи Я Жду Тебя Быть Богом Каждый День Каждый Час Каждую Минут Каждую Секунду Скажи Короче Я Жду И Заканчивая Сегодняшний Вечер Бог Также Любовь То есть Бог Будучи Таким Без Начала Самодостаточен Максим Что От меня Хочет Чтобы Я Верил Него Доверял Понимаете Он Такой Мощный И он Говорит Без Веры Угодит Бог Невозможность То есть Все Что Ты Можешь Делать Доверяй Мне Вот Это Сделай Я Помню Я Когда Уединялся Поставить Молитв Хожу Во Дворе Молюсь И вижу Один Товарищ Лежит Он На спине Своей Пытается Спасать Себя Ножки Такой Маленький Товарищ Малусенький Совсем Вот Такой Черненький Такой Лежит Ноги Кричит Наверное На своем Языке Я его Не понимаю Мне так Жалко Он Мелкий Птицы Могут Прийти Его съесть Поэтому Я Подошел Я Взял На Руки Я Его Держу И Он Пытается Бежать С моей Руки Я Думаю Если Ты Убежишь Ты Разобьешь Ты Мне Доверяй Я Тебе Нормально Так Положу Нет Он Давай Туда Назад Он Пытается Крылья Он Поломан Крылья Не Может Летать И Он Падает С моей Руки Я Его Ловлю На Меня Обижался Между Брочем Что Я Его Ловлю А Я Его Ловлю Для Того Чтобы Спасать Я Его Положил Я Говорю Не Летай Сейчас Ты Не Можешь Тебя Крылья Поломан Он Меня Не Слушал Бррр И Переворачивался Опять Я Тебе Сказал Ладно И Знаете Когда Я Тобою Вот Так Я С Тобою У Меня Так Да Я Тебе Говорю Так Не Делай Ты Говоришь Ты Думаешь Я Тебе Мешаю И Бежишь И Разбиваешься Я Тебя Снова Ловлю Пока Ты Не Упал Я Тебе Стоп Не Беги А Ты Вперед И Вот Это Опять Я Ловлю Я Тебе Сказал Все Что Надо Было Этому Товарищу Это Мне Доверя Я Потом Расправил Его Крылья Чуть Его Нажил И Он Подумает Что Он Сам Сделал Что У Два Образования Все Сделал Так Хорошо Бог Любящий Скажите Любящий Я Вас Не Слышу Еще Раз Бог Любит Не Потому Что У Него Есть Любовь Бог Любит Потому Что Он Есть Любовь Понимаете У Меня Есть Любовь Значит Можно Меня Отделить От Любви Потому Что У 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 Можно Меня Отделить От Мо익 Дин У У У Можно Отделить Меня От Любви Но Бога Отделить От Любви Невозможно От него Идет Чтобы Человек Понимал Что Он Любит Это Потому Что Любовь От Которого Любовь Идет Я удивился Я видел птички Мама птица Так ограждал своих детишек Любит их Откуда птица понял, что есть такое понятие любовь? От Бога Я видел львица Подошли к буйволу Чтобы убить детишек льва Левяты, да? Он же буйвол понимает Хочешь убрать зло Найди источник Они находят детишек львят И убивают их, чтобы они никогда не выросли Стать львами С ними тяжелее, когда они уже львы А когда они маленькие, легче Мама львица Была убита буйволами Защищая своих детей Вот я посмотрел Я не люблю львы как таково Но Просто видя, знаете, что интересно? Видя Проявление любви льва Вызвало у меня слезы Когда я вижу, как львы убивают детей других У меня по отношению к львы, знаете, что? Ярос Как мог так львец, бесстыдница Съел чужого ребенка Но видя, тоже львец, да? Тоже львец Как защищать своего ребенка Ее убивают, защищая Ваши слезы меня вызывают Любовь, когда выражается Даже Гитлер Реагирует Не важно, кто ее выражает То ли это лев выражает любовь То ли это рыба выражает любовь То ли это дельфины выражают любовь Потому что это самая высокая форма Это качество Бога Который он нам дал Вы понимаете меня? Любовь это Бог есть любовь Скажите, Бог есть любовь Еще раз Еще раз Так Я не сказал, что у Бога есть любовь Вот 1 Иоанна, да? 4 главы написано 16 8 стих, 16 стих написано Бог есть любовь И кто не любит Тот не знает Бога Практически как выглядит любовь Когда мы говорим, что Бог есть любовь Имеется ввиду Он ищет добро и благо другим Если мы говорим Бог любовь Значит, натура Его Это искать Добро и благо Другим Всегда Он не ищет зло другим Тогда он не любовь Если он ищет зло Я знаю ребята, которые ищут зло другим У них нет любви Когда есть любовь Когда есть любовь Ты ищешь благо другим Если Бог меня любит Значит, он ищет благо мне Не зло Бог ищет тебе благо И вот Библия И вот Библия говорит 1 Коринфянам 13 главы Практический портрет любви Любовь Любовь Четвертый стих Павел говорит Все остальное Если любви нет Это никто Любовь Долго терпит Значит, Бог меня Долго терпит Любовь Милосерствует Значит, Бог Меня Милосерствует Любовь Не завидует Значит, Бог Меня Не завидует Любовь Не превозносится Значит, передо мной Бог не превозносится Вы так Библию не читаете Я знаю Но вот Если это любовь А Бог Есть любовь Значит, вот как Бог ко мне Относится Дальше говорится там Любовь не гордится Значит, Бог не гордится Передо мной Любовь не бесчинствует Любовь не ищет своего Бог, когда имеет дело со мной Он не ищет своего Должно говорится, любовь всему верит, Бог мне верит, любовь все покрывает, Бог мне все покрывает, любовь все надеется, Бог надеется на тебя еще. Даже когда ты в самой глубокой яме, Бог в тебя еще верит. Даже когда ты лежишь, Бог еще надеется, что ты станешь хоть палочкой поднимешь, и Он тебе сразу же. Вот что такое любовь. Я знаю, мы это обычно говорим, относящаясь к тому, как мы другим людям, но прежде всего надо понимать, так к нам относится сам Бог. Если бы это мне говорили раньше, я бы меньше мучился в жизни. Потому что я думал, Бог меня любит, но ищет оторвать мое ухо. Вы знаете, как я так думал? Так проповедники мне так нарисовали. Я как будто прятался от Бога все время. Он меня любит, но от Него надо прятаться. Но что за любовь, от которой надо прятаться? Он не ищет своего, Он ищет моего. Вы понимаете? Он, написано здесь, не прекратится любовь, значит Его любовь не исчезнет. Он за меня. Скажите, Бог меня любит. Еще раз, Бог меня любит. Поэтому вот смотрите. Самое высокое выражение любви, которое сделал Бог, это была смерть Иисуса на Голгофе. Если сегодня Бог примет решение, что Он больше в жизни, мне ничего не даст. Ни деньги, ни вообще ничего. И то до конца моих дней за эту жертву Иисуса на Голгофе я все равно благодарен. Если Он решит Бог, что Он не ответит ни на одной моей молитве, вообще ничего. Смерть Иисуса на Голгофе достоин, чтобы я поклонялся Ему круглосуточно, семь дней в неделю, до конца моих дней. Это достаточное избавление. Мы поймем больше тот день, когда мы перейдем в святую жизнь, насколько ценна эта жертва была. Скажи дамы. Потому что некоторые люди говорят, отчего им не поклоняться Богу? Он вчера не дал мне батон. На прошлый день дал батон, но забыл дать мне на тело. Как на тело или на тело? Ну тело вы ее назвали, да? Вот по-английски на тело. Потом забыл на тело мне дать. Поэтому я Ему не поклонюсь. Боже мой, даже если он тело мне не даст. Я арахисовое масло мне не дал. Я назвал вещь, которую вы не знали, что это такое. Авокадо мне не дал. Очень здоровая еда авокадо. Кушайте, это очень полезно. Банан мне не дал. Сало даже не дал нюхать. Все равно я его буду любить, поклоняться, почитать. Потому что Голгофский крест уже достоин. Мое благодарение на всю жизнь. Уберите это, и дьявол создал бы на этой земле катастрофу. Но Бог будучи любовью, Он на этом не ограничился. Поэтому вот, спасибо Боже за крест, но Он не только это сделал. Вот к римлянам пятая глава мне нравится. Пятая глава и восьмая глава. Послание к римлянам. Написано так, пятая глава и восьмой. А надежды они постижают. Потому что любовь Божия излилась в сердце наше, Духом Святым данным нам. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще крестниками. Заметите, что там написано, что у Бога есть желание изливать свою любовь в сердца наше. Да, Боже, побольше бы. Но заметьте, Бог доказывает. Это важно понять. Раньше, чем я приму духовно, мне нужно принять доказательства. Доказательства на каком уровне? Ум. Мы возвращаемся к тому, что мы начали вначале. Сначала я должен принять на уровень ума. Доказательства это не для моего духа. Доказательства это для моего разума. Я должен разумом сначала понять. А после понимания моего разума изливается в мое сердце. Заметьте последовательность. Доказательство я понял, изливание происходит. Или даже если Бог изливает, но чтобы я понял, о чем идет речь, возвращаюсь к доказательствам. Восьмая глава. Послание к римлянам. Это главное, о чем я хочу здесь говорить, и на этом я и закончу. Восьмая глава. Начинаю с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Какой признак, что любовь Божия действует в моем сердце? Первый признак, что Божия, любовь действует в моем сердце. Я начинаю чувствовать, что Бог за меня. Скажите, Бог за меня. А я так не сказал, я пел. Бог за меня. Когда уже? Но все остальное не в духе, а вот это. Бог за меня. Скажите, Бог за меня. Еще раз. Когда я вижу человека, который себя ведет, как будто он понимает, что Бог за него, я понимаю, Божья любовь живет в его сердце. Излилось. Он прикусил. Он ощутил. Он понял. И он ходит, как корол. Когда родители любят своих детей, какое чувство? Вы когда-нибудь видели разбалованного ребенка? Вы знаете, почему он разбалованный? Родители показывали любовь, 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 никогда его ничего. И он себя чувствует, как будто корол. Он может быть самым глупым в классе, да? И все, что он говорит, класс спьется две недели после этого. Но он скажет все равно. Причина. У него есть защищенность от любви родителей. В Зимбабве в Украине этого нет. В Зимбабве я видел девушки, которые уродливые. Вот это в Украине такого нет. В Зимбабве есть. Смотришь на девушку, ааа, думаю, Боже, это вот, это было после всего. Но она ходит, Боже мой, так себе. Думаешь, если бы она ходит, знала. Но знаете, почему она так ходит? Мама ей говорит, ты самая красивая у меня. Папа, ой, моя дочь. И она верит. И это ее защищает и ходит, как принцесса. Вы меня понимаете или нет? Видишь другую, вообще. И Зета Джонса отдыхает, и Кэт Медлутона отдыхает. Если вы знаете, о ком идет речь. Все отдыхают от нее. Прямо вообще. Вот если есть пропорции, вот они там и есть. Но она так прячется от всех. Что она делает? Потому что у нее нет защищенности. Она не получила любовь, которая должна была ее защитить. Поэтому родители, у вас ответственность, чтобы ваши дети либо так ходили, либо так ходили. Я в жизни своей, много, полшую часть моей жизни я вот так ходил. У меня бывали мысли, я всегда думал, но от меня мысли хорошей быть не может. Меня зовут Генри. Я не досижу, на прошлой неделе сидел с некоторыми товарищами. Вернее, американцы, они не товарищи. Вот. сидел с некоторыми господами на крещатике, кафе, и мы обсуждаем вопросы. Они все такие. Один там он доктор чего-то, второй он доктор чего-то. Короче, все доктора. И вот они как-то мысли многословные. И думаю, три доктора и я. Если я сразу скажу мою мысль, они скажут, Генри, как на прощание скажи. Но я вижу, тем больше они говорят, тем больше я понимаю, что они не туда идут. Я говорю, братья, мне кажется, так-так, вау, это же мудрость, сама мудрость, говорит. Я думаю, это первый раз, это случайно. Снова мы обсуждаем. Я говорю, ну, а может быть, надо так? А, да. Один говорит, я два месяца ломаю голову, чтобы это придумать. Я не знал, как это придумать. И так. А я не два месяца, я две секунды вообще это подумал. И сижу, думаю, значит, у меня мысли хорошие, но просто нету чувства, с детства я не получил. Мои родители, у них им некогда, они даже не знали, как это делать. Но теперь во Христе, Иисусе, получив Божию любовь, я начинаю понимать, Бог за меня. Даже если поломаю стекло в окно в школе, Бог. Знаете, когда папа, у него много денег, поломал стекло, папа придет с новым стеклом. Знаете, уверенусь в Богу еще. А если дома, даже мы не кушаем две недели, и поломаю стекло, повешаюсь, потому что я боюсь пойти домой, уверенусь маленьким. Там нету ничего. Но когда я знаю, что Бог за меня, это признак, что любовь Божия вошла. Это не единственный признак. Скажи Амин. Поэтому говорится здесь, что же сказать, если Бог за нас, то кто против нас? 32. Тот, который Сына Саего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Второй признак, что любовь Божия злилась в моем сердце, когда человеку приходит понимание, что Бог желает мне дать всего. Вы когда-нибудь заметили, что люди, которые не уверены в Божьей любви, себя ведут как рабы Божьи. Вот раб твой хотя бы в краю рая. Я не хочу в краю рая. Я хочу в центре рая. Я хочу все благословения. Я хочу полнота. Я хочу все благословения. все благословения. Зачем в краю рая? Неужели я принялся, что буду в краю рая? Он даст нам всего. Скажи, Бог желает дать мне сколько, сколько, сколько. Когда любовь Божия в нас нет, мы начинаем думать, Бог хочет меня взять, забирать, побить, перебить, отобрать? Нет. Говорится, это же была его любовь. Он дал сына своего, даст нам все. Это в вашей Библии. Я ничего не придумываю. Это признак, что любовь Божия вошла. Когда мои ожидания, интересно, что сегодня Бог мне даст. Не мысли, что Бог от меня отберет, чем Бог накажет меня. Это не тот мысль, который надо совсем. твой настрой и ожидания. Потому что, смотрите, вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. Я переношу людей, которые бедные. Переношу людей легко, которые ничего не имеют, но не переношу людей, которые ничего не хотят. Потому что вера – это осуществление чего? Ожидаемого. Надо жить жизни сплошного ожидания. Скажите, ожидаю. Слышала свидетельство вчера. Женщина, 20 лет в Каласке, она вела прославление. Поломала ноги и бедра. Не ходила, парализована полностью. 20 лет в Каласке. Проповедник сказал, Бог тебе осилит однажды. Не подруга ее, они вдвоем вели прославление. Бог тебе осилит однажды. И она ждала, ждала, прошло 20 лет. Когда норма сидит в Каласке, была больше, нежели ходячей жизни. Муж женился на нее, когда она уже была в Каласке. Он не знает, он не знал свою жену ходячей. 20 лет прошло, она ждала одна жизнедедная собрание. Говорит, Дух Святой сказал, ты так ждешь долго, что я осилю тебя. И она встала. Муж был в шоке, что она была выше него. Поэтому не теряй свое ожидание. Скажи да аминь. Пусть забирает, что хотят от меня. Пожалуйста. Только мои ожидания не забирайте, пожалуйста. Не убивайте ожидания. Оно мне надо, чтобы я состоялся. Быстро заканчиваем. Вот вы ожидали конца проповеди. Правильно. Вот здесь написано дальше. Кто будет обвинить избранных Божьих? Третье качество, которое показывает, любовь Божьего мне заработал. Я себя начинаю чувствовать особенным избранным. Скажите, избранным. Трое у меня детей. Знаете, что интересно? Они все каждый язык думают, что Филип думает, что он самый особенный. Мириам думает, что она самая особенная. Это пока Джоннинг не зашел в комнату. Он считает, что он самый особенный. Причина. Они все дети, и любовь к ним одинакова, и каждый чувствует себя особенной. И поэтому я понимаю, что вы тоже особенны, но простите меня, второго сорта после меня. Я особенный. Вы понимаете? А кто еще особенный? А! Все, мое гордость ушла. Мое гордость. Но мы все особенный. Еще раз скажите, я а скажи, я неповторимый. Скажи, вообще, как я нигде нету? Скажи, я единственный экземпляр у моего Господа Бога. Вы так единственный экземпляр. Мое это признак, что любовь Божия во мне заработала. Вы понимаете? Подхожу к зеркалу, морщины, думаю, все равно такие морщины больше нигде нет. Единственный экземпляр. Скажи, да, вид? У моей мамы выпал зубы, по-моему, два зуба или три. Долгое время здесь ничего не было. Я говорю, мама, если будет двадцать мам, и я не вижу чертолица, я по этим арсу своим зубам найду тебя. может я особенный. Потом она купила зубы, я уже не мог ее найти. Поэтому заметите, скажите, я особенный. Когда Божья любовь наполняет меня, чувство, что я особенный, неизбежное. Что повышает не твою же самооценку, а оценку от Бога из-за любовь, которая излилась в твоем сердце. Ой, мне так жалко, что я как повар слишком много еду приготовил. Это было меньше все-таки. Еще одно и я вас отпущу. Избранный. Кто осуждает, да? Христос умер за нас, когда любовь Божия в моем сердце, чувство осуждения и сердце. Ай. Знаете, чувство вины приходит. Кто там чувство вины? Ха-ха, ты не туда попал. Нет осуждения. Скажи даме. Это не потому, что я себя внушаю, а любовь Божия растворяйте это, убирай. или расплавляй чувство вины, уничтожай. Страх уничтожай. Библия говорит, соврещение любовь изгоняет страх. Когда любовь приходит, заметьте, Бог есть любовь. И поэтому Библия говорит так, 35-38 стих, кто отлучит нас от любви Божьей. Заметите, с кем воюет любовь. Чтобы вы поняли мощь у любви Божьей, смотрите, кто пытается нас отлучить, а нас держит любовь Божьей. Смотрите на команду, которая воюет с любовью и поражается, перечисляя вам. Кто пытается отлучать? Вы когда играли в детстве, когда одни дети в сторону другие туда и вы тянете друг друга. Вы видели такое? Как оно называется? Как? Притягивать канат. Вот так и происходит. Но оно не происходит. Оно пытается начинаться происходить и любовь победил мыгом. Вы понимаете, да? Оно даже не начинается. оно пытается как бы начинаться и любовь победила. Смотрите, кто воюет. И значит, это нас никогда не должно пугать. Первое. 35 кто пытается отличить нас скорбь. Скажите скорбь. Скажите слабый. Теснота. Скажите теснота. Ты слабый. Или гонение. Скажите гонение. Ты слабый. Голод. Нагота. Опасность. Меч. все это преодолеваем силой возлюбившего. Оказывается, вот эта армия пытается работать круглосуточно, чтобы меня от Бога убрать. Вот эта армия. Это их работа. Когда ты видишь гонение, пойми, о чем речь. Пытается тебя отлучить. одежды не хватает. Пойми, о чем речь. Но есть там, где хватает одежды, но просто вот той, как у Мадонны, нету. Это не значит, что не хватает одежды. Это не нагода еще. Есть настоящая нагода. Нечего одеть. Пойми, о чем идет речь. Пытается тебя отлучить от любви Божьей. Вы понимаете меня? Теснота и даже меч и смерть. Я поэтому раньше не понимал. Люди, которые познали Божию любовь, их сжигали заживо. Они соглашались на смерть. Но любовь Божию не предавали. Я всегда думал, как так можно? За Бога, которого не видишь? или родители? За сына умерет? Я недавно сидел, когда я размышлял над едем. Я размышлял, если бы я и Мирьям ходим по улицам, и кто-то похитит ее, и скажет, я ее отпущу только при однем условии. Ее папа должен умереть. Вы знаете, что я сделаю? Не думая, без размышления, вообще без, я скажу отпустить и сразу пойду. Притом я сидел и думал, действительно я на такой готов. Не то, что теоретически, нет. Когда касается это, значит конец моей жизни, вопрос закрыт. потому что отцовская любовь во мне, оно выше, чем самосохранение. Оно выше. Если бы моего сына тут вообще не церковь, я найдется другого пастора, вы понимаете? Это значит пришло время. Даже мысли, даже вопросы не возникают, значит пришел время. Потому что любовь она сильнее, чем даже самосохранение. Вы понимаете? Она сильнее, она больше. Поэтому Библия говорит, и вот так возлюбил Бог мир, что отдал силу. умереть за нас больно. Но любовь настолько сильна, что Иисус с удовольствием пошел умереть. Ему легче было умереть, чем оставить нас в беду. Я подумал, если я плохой папа, так мои дети иногда считают, но роди них готовы умереть. Не просто теоретически, на самом деле, то тем более, тем более. Вот поэтому, когда говорится, если Он отдал Сына, не пошадил, не даст ли Он нам всего остального. Он умер за нас не как религиозный обряд. Нет, это было так. Юра, иди сюда. А, ты с гитарой? Ну, все давно иди сюда. Нет, Тарас, Юра, забывай. Тарас про Иди сюда. Это было так. Саша, вот как было все. Дьявол пришел и захватил человек. Захвати его. Не отпустить. Дьявол не отпускает. И дьявол говорит, отпущу его, если папа придет, умрет за него. И у Бога был выбор по отношению к человеку. Он мог бы сказать, дьявол, убей, я создам много и мы бы погибли. Но он сказал, хорошо, идем. и он пришел, отпустил человека. И человек пошел, а дьявол, куда ты пошел? И дьявол взял Иисуса, убил его, не вздумай. убил его, но поскольку он был невинный, этот дьявол не знал. На третий день Иисус воскрес. И человек с того времени, пройди сюда, брать, с того времени человек, заместительная смерть, дьявол снова. Когда дьявол приходит, человек поворачивается к дьяволу и говорит, во имя Иисуса, и дьявол убегает. Он убежал или нет? Все, начни в духе. Давайте встанем. Я вам рассказывал, что если кто-то заберет моего сына, я бегу. Но я не такой герой. Но я первый это сделал. Это сделал первый сам Господь. Это он первый это сделал. Причем он не обязан было это делать. Он не обязан. Но он сделал. Это его любовь высокая в отношении к нам. подними свою руку к Богу. Скажи Господь, я прошу тебя излить твою любовь в мое сердце. Еще раз Господь, я прошу тебя. Твое слово говорит, что любовь Божия изливается в наши сердца Духом Святым. Скажи Дух Святой, изливай твою любовь в мое сердце. Да, Господь, спасибо. И когда любовь Божия во мне, мне легко других любить, кого угодно любить, кого угодно простить, кого угодно принять, потому что это любовь Божия. Наши сердца, оно без границ. Дух Святой, излей Божию любовь. Ранние, которые мы получили в детстве, мы ожидали от родителей хороших слов, вместо них получили раны. мы прощаем их. Мы ожидали от старших братьев, сестер и младших, и от друзей и знакомых, и на работе, от мужей и жени, от свекров, от тёщи, от свёкр, от теста. мы ожидали добрые слова, но вместо этого получили раны. Из-за этих ранений мы мучаемся, страдаем в неуверенность и растерянность. Но сегодня мы просим тебя, и посмотрите, какую любовь дала нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. мы принимаем дух усыновления. Мы соглашаемся, что мы Божьи дети. Мы соглашаемся, что Ты нас любишь. Мы соглашаемся, что Ты доказывал свою любовь тем, что Ты отдал себя за нас. Боже, извлечь твою любовь, которая исселяет, которая утешает, которая освобождает, которая сгоняет страх, которая убирает чувство вины, которая разрушает мучения. Боже, пуст твоя любовь наполняет наши сердца, нашу жизнь. Принятие да приходит, принятие да приходит. Во имя Иисуса этот Дух отвержения да убирается прочь. отверстие аминьиа москора кандерия маска командари аминьиа шомандориа кандерию москопоподой аминьиа москора ия. Боже, твоя любовь, Боже, твоя любовь, Боже, твоя любовь, Боже, твоя любовь, Боже, из силы сердца, из силы рани, из силы души, Боже, дай нам уверенности, из силы наш дух, из силы нашу душу, из силы, Боже, наши внутренности вся во имя Иисуса. Он изливает на твое сердце Это сиротство убирается Сиротство убирается Сиротство убирается Алла, Отче Я принят Я Божье дитё Я рождён по-новому В новой Божьей семье Я принят Я исцелён Я безусловно свой Во имя Иисуса И Бог за меня Бог на моей стороне Я особенный Я избран Кора Машака Папапапапапатария Мой отец Желает дать мне Всего Всего Я правда Кора Масакамандария Машакапатария Божья, я благодарю Тебя Я поклоняюсь Тебе, Иисус Я прошу тебя, будь Богом в церкви победы, будь Богом в моей жизни, будь Богом в вопрос строительства, будь Богом в вопрос миссионерства. В Таиланде будь Богом, будь Богом в финансиях наших, будь Богом в здоровье наших, будь Богом во всем. Мы ожидаем, мы будем ждать, мы настроены получить, видеть Тебя, Богом во всех вопросах, во всех аспектах, во имя Иисуса. Боже, будь Богом, говори ему, Боже, будь Богом в моей жизни и назови в какие направления. Ты ожидаешь, чтобы Он был Богом, чтобы Он показал себя Богом, показал себя Богом, показал себя Богом. Покажи себя Богом, будь Богом, а я твой народ, я твой человек, я твой, а ты будь Богом, ты будь Богом, ты будь Богом. Я соглашаюсь на то, что ты мой Богом, а я твой народ, я тебе завишу, я тебе завишу во всем, ты мой Богом. Войди в мои обстоятельства, будь Богом моим. Он желает быть Богом, приносить чудеса в твоей жизни, приносить большие флоривы, приносить сюрпризы, как папа, сюрприз для своего ребенка. У него столько много сюрпризов, столько много благословений, столько много, столько много, столько много, соглашайся с тем, что он Бог, а ты его дитя, ты его народ, ты его человек. И принимай от Бога все, что он имеет. Принимай, о Боже, принимай, о Господь, принимай. Я каю, что я тебя ограничивал столько моими мыслями, моими рассуждениями, моим умом. Прости твой ум выше моего, твои мысли выше моих. Поэтому просто будь Богом, а я буду человеком во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Моя жизнь защищена. Бог за меня. Кто против меня? Кто может воевать? Кто может меня побеждать? Кто может меня преодолевать? Сам Бог за меня. Сам Творец за меня. Сам Господь за меня. Сам Иисус за меня. Все ангели за меня. Кто? Дьявол? Ты никто. Гонение. Ты слабак. Бог за меня. Спасибо тебе, Господь, что ты за меня. Я выйду с этого зала. Подняйте головою. Потому что ты за меня. Завтра пойду на работу. Подняйте головою. Потому что на работе ты за меня. Завтра в обществе буду ходить. Подняйте головою. Пороху. Пороху, что в обществе ты за меня. Спасибо, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Я домой иду с подняйте головою. На работу. В общество. В церковь пойду. С подняйте головою. Жизнь. Встречаю все проблемы. С подняйте головою. Потому что, Бог, Ты за меня, и все преодолеваю, и все преодолеваю. Ты за меня, Иисус! Громко скажи, Бог за меня! Еще раз, Бог за меня! Еще раз, Бог за меня! Еще раз, Бог за меня! Громко скажи, Бог за тебя, не за болезнью, Бог за тебя, не за нищечу, Бог за тебя, не за поражение, Бог за тебя, не за убытки. Бог за тебя, не за несостоятельности, Бог за тебя, не за болезни, Бог за тебя, не за смерти, Бог за тебя, Бог за тебя, Бог за тебя, Бог за тебя, Бог за меня! бог за меня бог за меня бронгопоем ему бог за меня бог за меня он не против меня бог за меня бог за меня он не против меня бог за меня он не против он не против бог за меня бог за меня бог за меня бог за меня он не против он не против И громко вместе скажем «Бог за меня! Миром Божьим двигались в мир, Бог за вас все равно! Аллилуйя! Слава Господу!» Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни, плюс 380-44-501-69-36.